1 марта 2020 года стартовал прием заявок на конкурс среди краеведов, работающих с молодежью. Его организаторами стали Российское историческое общество и Фонд истории Отечества. Мы объявляем прием заявок на всероссийский конкурс краеведов, работающих с молодежью. Его участниками станут не только учителя истории, но и сотрудники некоммерческих организаций, сотрудники библиотек, музеев. Все, кто работает со школьниками, с молодыми людьми, увлеченными историей своего родного края. Основная тематика конкурса в этом году – 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Проект направлен на поддержку краеведов, способствующих воспитанию и просвещению молодежи, популяризации истории своей малой родины в молодежной среде. Мы с вами прекрасно знаем, что в каждом регионе есть люди, которые посвятили жизнь тому, чтобы рассказывать детям об истории родного края. Это и школьные учителя, это педагоги дополнительного образования, это люди, которые могут работать в самых разных местах, объединяет их одно. Любовь к детям, любовь к родному краю и богатые знания, которыми они делятся с подрастающим поколением. Нам кажется, что очень важно сейчас поддержать этих людей. Конечно, важна и имеет значение и материальная поддержка. Но не менее значима сама возможность сказать спасибо этим людям, предоставить им такую своего рода площадку, для того, чтобы они поделились опытом друг с другом, для того, чтобы они получили какой-то новый импульс в своей профессиональной деятельности. Конкурс получил поддержку Фонда президентских грантов. Участники должны представить на конкурс свои достижения в области воспитания и исторического просвещения молодежи. Заявки принимают региональные экспертные советы. Они также проводят информационную кампанию по освещению конкурса в своем субъекте и помогают краеведам правильно оформить заявки. Один из наиболее активных регионов – Республика Бурятия. Отделением Российского исторического общества «Улан-Удэ» под руководством академика Российской академии наук, директора Института манглориния, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук Базарова Борис Ивановича сформирован экспертный совет регионального этапа конкурса. В настоящее время мы проводим информационную кампанию по трем направлениям. В рамках первого направления члены экспертного совета лично оповещают потенциальных участников конкурса. В рамках второго направления организовано взаимодействие с профильными региональными министерствами и ведомствами, а также высшими учебными заведениями и общественными организациями. В рамках третьего направления, которое сейчас мы активно реализуем, мы доводим информацию до потенциальных участников посредством региональных средств массовой информации. География конкурса, который проводится в нашей стране второй год подряд, выросла почти в девять раз. В 2019 году плотными регионами были Ленинградская, Тверская, Челябинская области, Приморский и Алтайский края. Теперь в проекте могут принять участие краеведы из большинства регионов России. По результатам конкурсного отбора от каждого региона участника определяется три лауреата. Премия каждого из них составит 50 тысяч рублей. Лучшие участники из регионов будут приглашены в Москву на Всероссийский форум «История малой Родины. История Отечества».